Всем привет! С вами Костя Лесик и новый проект Спорт 24 Век Фигурки, где я расскажу вам о великих личностях, победах и поражениях, интригах и тайнах в истории фигурного катания. Но для начала не забудьте подписаться на наш канал, включить уведомления, чтобы не пропускать новые интересные видео и поставить лайк этому ролику, если история вам понравится. Готовы к путешествию по Веку Фигурки? Поехали! Алина Загитова и Евгения Медведева – одно из самых главных противостояний в истории фигурного катания. В этом видео мы расскажем, как разворачивалось яркое сражение с женской одиночкой. Евгения Медведева родилась в Москве. Сначала занималась при стадионе юных пионеров, затем в ЦСКА у Любови Яковлевой и Елены Селивановой. В 2007 году Женя попала к Этере Туберидзе. Медведева добавляла от сезона к сезону и в 2013 году вышла на международный юниорский уровень. Две победы на этапах Гран-при, бронза в финале и бронза на юниорском чемпионате мира. Так о Медведевой узнали болельщики фигурного катания. В следующем году она выиграет уже все международные турниры на юниорском уровне, включая финал Гран-при и чемпионат мира. В 2015 году Женя выйдет во взрослые и будет непобедима. За исключением одного этапа Гран-при, где займет второе место позади Елены Родионовой. Но на главных турнирах Медведева всегда первая. Чемпионат России – два золота из двух. Финал Гран-при – два золота из двух. Чемпионат Европы – два золота из двух. Чемпионат мира – два золота из двух. Никогда еще российская фигуристка не доминировала в мире настолько сильно. В 16-17 лет Женя уже была звездой спорта. Давала интервью, получала контракты. А Матч ТВ снял про нее и Этери Тутберидзе большой документальный фильм «Один плюс один». Многие болельщики были уверены, что именно Медведева возьмет золото Олимпиады в Корее. Но тут появилась Алина Загитова. Алина родилась в 2002 году в Ижевске. Тренировалась сначала в Альметьевске во дворце спорта «Юбилейный», где ее отец играл за местный хоккейный клуб «Нефтяник». Затем в родном городе у Натальи Антипиной. К Этери Тутберидзе перешла в 2015 году, когда Женя тренировалась там уже 8 лет. Но путь к успеху был непростым. Алина вспоминала. Фигурное катание я бросала, наверное, раз 7, что меня останавливало. Сначала родители, а потом я уже сама понимала, что мне это нравится, что мне хочется этим заниматься. Естественно, я была всего лишь ребенком и хотела, как и все дети, дурачиться, играть на площадках, сходить на каток просто с друзьями. Но потом я поняла, насколько это для меня важно. И на седьмой раз уже все. На международном юниорском уровне Алина, в отличие от Женя, выступала один сезон, но не менее успешно. Пока Медведева по второму кругу собирала взрослые титулы, Алина брала золото в юниорах. Европейский олимпийский фестиваль, финал гран-при и чемпионат мира. Олимпийский сезон был для Загитовой первым на взрослом уровне. Алина и Женя шли без поражений, побеждая на своих этапах гран-при. Правда, Медведева делала это с гораздо большим отрывом от соперниц. У Загитовой не получались короткие программы, но она успешно поднималась в произвольных. Главной особенностью программ Алины в то время были прыжки во второй половине, за каждой из которых фигуристка получала бонус в 10% от стоимости. Если ты делаешь все, ты непобедим, но одна ошибка может спровоцировать другую, по принципу домино, потому что прыжки идут буквально друг за другом. Медведева и Загитова отобрались в финал гран-при, где должно было состояться их первое очное противостояние в сезоне. Но Женя снялась с турнира из-за травмы. Стрессовый перелом ноги, с которым она выступала в Японии, привел к двойному перелому кости. Вместо того, чтобы готовиться к сезону, Женя летом объездила все японские шоу. Мы вышли на прокаты в очень слабом виде. И дальше игра с весом. Потому что кто-то сказал Жене, я даже знаю кто, что она выглядит анорексично, и у нее будут маленькие компоненты, несмотря на то, что у нее были десятки. Женя намеренно начала отпускать вес. Пошли недокруты и стрессовый перелом. Поэтому мы сделали все, что могли, в предложенных обстоятельствах. Вспоминала Этери Тутберидзе. В отсутствие Медведевой Загитова победила не только в финале гран-при, но и на предолимпийском чемпионате России. А первая встреча Жени и Алины состоялась на чемпионате Европы в Москве. В последнем турнире перед играми в Корее. Обе фигуристки были в лидерах с большим отрывом от остальных, но Медведева допустила стэпаут на двойном акселе в короткой программе. В произвольной у Жени уже не было минусовых элементов, но Алина все равно добавила пару баллов за счет сложности и обыграла соперницу на 5,5 очков. С этого момента стало понятно. За золото Пхенчхана будут бороться две российские девушки. Корея все начиналось с командного турнира, где Медведева и Загитова стали сильным звеном нашей сборной. Обе победили в своих видах. Обе принесли сборной по 10 баллов. Но этого оказалось мало. В шести других видах у России был лишь один максимальный результат. У канадцев тогда оказался более сбалансированный состав. И наши фигуристки, несмотря на идеальное катание, остались с командным серебром. Это только усилило интригу перед личным турниром. Женская одиночка была последним видом фигурного катания на той Олимпиаде. Медведева вышла и сделала все идеально. И на табло высветилась цифра 81-61. Это был новый мировой рекорд. Алина выходила на лед примерно через 15 минут. И тоже выступила шикарно, исполнив все прыжки, включая свой коронный каскад Луц Риттбергер во второй половине программы. 82-92. Заголовки всех СМИ пестрят новостями о двух российских фигуристках, которые поставили два мировых рекорда. Развязка наступила через один день. В произвольной программе Женя каталась последней, а Алина выходила на лед перед ней. Здесь все решил первый прыжок в произвольной программе Загитовой. Алина под музыку из балета Дон Кихот начинала вторую половину выступления самого дорогого и самого сложного элемента тройной Луц, тройной Риттбергер. Выезд с первого прыжка у нее получился не самым удобным, и Алина не стала выполнять второй, напугав болельщиков. Загитова смогла просчитать в голове свою программу и добавила недостающий Риттбергер к Луцу чуть позже. Фигуристка идеально исполнила все семь прыжковых элементов, которые шли один за другим. В этой ситуации шансы Жени на победу были очень малы, но она выдала прокат жизни под чувственную Анну Каренину. Программа получилась идеальной как по прыжкам, так и по эмоциям. Наверное, это мой самый лучший и самый медитативный момент всей моей карьеры. «Я ехала в середине программы и вообще не устала. У меня выросли крылья. Это пик того, что каждый спортсмен хочет испытать. Это было просто потрясающе. Уверена, всего один процент спортсменов могут такое испытать на соревнованиях. Мне повезло, что я достигла такого. И вот после последнего прыжка меня прямо пробило на слезы. Я там чуть не завыла», – вспоминала потом Медведева. Тем символичнее был результат. Женя и Арина набрали абсолютно одинаковые баллы за произвольную программу. Вплоть до сотых. И это означало золотую медаль Алины. Женя, увидев цифру 2 напротив своей фамилии, принялась рыдать. «Для меня это был проигрыш. Я была готова ко всему. Но в момент, когда ты откатываешь идеально обе программы, то ждешь хороших результатов», – вспоминала Женя. «Удивительно, но после золота и серебра сборной России среди болельщиков было большое количество тех, кто грустил. Некомфортно было даже самой Алине Загитовой. Мы с Женей всегда ходили на пресс-конференции. Я с ней каталась в одной группе и видела, что она очень старалась. Я стеснялась показывать свою радость, потому что видела, как она работает», – говорила позже Алина. А Этерия Тутберидзе отмечала, что и сама Женя подогревала ситуацию. Прямо выйдя с Олимпийского льда, там была совершенно детская такая фраза. «Неужели вы не могли удержать Загитову еще один год в юниорах?» Я сказала, «Женя, ты что? Мы обязаны всем давать одинаковые шансы. Мы не имеем права так удерживать человека», – сказала Тутберидзе. Но сама Женя не подтверждала эти слова. После этого Евгения Медведева уйдет от Этери Георгиевны и будет два года кататься в Канаде у Брайана Орсера. Фигуристке будет непросто, но она все же вернется на подиум чемпионата мира, пусть и с бронзовой медалью. Алина Загитова на постолимпийском чемпионате мира выступит неудачно. Сработает тот самый принцип домино с прыжками в произвольной программе. Следующий сезон будет проходить для Загитовой непросто, но она справится и выиграет таки свой чемпионат мира, оказавшись самой юной фигуристкой в истории, которой покорились все главные титулы фигурного катания. Противостояние Жени и Алины уйдет со льда на другие арены. Они будут капитанами эмоционального Кубка Первого канала, в разных ролях выступят в ледниковом периоде и вместе поедут на Олимпиаду в Пекин, где окажутся в роли репортеров. Но это будет уже другая история. С вами был Костя Олесик. Не забывайте про лайк, подписку и колокольчик, чтобы не пропускать наши новые интересные видео. Век фигурки долгий. Историй будет много. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...